друзья всем доброго доброго утречка сегодня у нас тихо вроде как нет ни дождя не снега градуса плюс 2 сегодня хочу приготовить салат селедку под шубой поставила варить морковь свеклу картофель на это у меня пару сосисок и два яйца это завтрак яйца у меня мы ты варю все вместе и на шубу надо еще яйца сварить но я это закончились приду с работы куплю их недолго сварить поставлю быстренько отварю след к у меня есть на есть сейчас как всегда завтракаю гуляю с собакой и отправляюсь на работу увидимся с вами позже ну вот я отработала пришла с работы сейчас свет включу так овощи у меня с утра еще сварены были как вы видели осталось только яйца сварить купили муку папик мне заявил что он хочет сегодня делать манты манты с тыквой вот такая вот у нас была тыква сейчас я вам покажу вот такой вот вопросительный знак или как вот такая вот и и разрезали попробовать какая она сладкая будет не сладкая но вот такая вот была вот простительный знак вот такой вот тыква очень очень сладкая прямо что есть дыня и вот хотим сделать из нее манты но всей это будет много половинку возьмем но рецепт как мы будем делать манты с тыквой я запишу и покажу в следующем видео а сегодня у нас селедка под шубой ну что манты мы приготовили сейчас мы приступим приготовлению шубы я еще посидела на своей обрубке сделала такой вот небольшой маникюрчик так но я приступлю к салатику он здесь у меня сварены овощи 2 свеклы 1 морковка 2 картошки 3 яйца почистила маленькую луковицу вот такая вот селедка уже чищенная без костей и еще у меня оставалась вот такая вот следочка но она в масле сейчас надо будет выложить на салфеточку чтобы масло стекло майонез и немножечко зелени возьмем немножко укропчика так а сейчас я почищу все овощи и яйца овощи все почистила а теперь порежу селедку эту селедку из баночки выложила салфетку видите чтобы масло убрать порежу селедку и порежу мелко лукавицу лук порезала как можно мельче совсем мелко-мелко так селедку которая была в масле я нарезала открыла вот такой здесь вот три кусочка сейчас порежем эту очень удобно вот так вот с готовой селедкой она без косточек ничего чистить не надо порезал отлично так а теперь будем собирать салат я взяла вот такую вот посуду как такая вот кастулька с крышечкой и приступим первый слой у меня бывает всегда лук кто-то делает картошку кто-то делает селедку но я всегда делаю лучок посыпаем лук лука мне кажется даже много нарезала лук мелко-мелко нарезан так следующий слой у меня будет селедка сейчас поделил на две части пополам ну что я взяла два слоя вот так наверное и закладываем селедочку затем добавляем немного майонеза майонез удобнее размазывать вот такой вот кисточкой чем ложкой намного удобней затем на селедку тру картофель внутри все на мелкой терке 1 картофель картофелина картофель потерла теперь опять майонез удобнее конечно отрезать уголочек и сделать сеточку но я делаю так так и размазываем затем потрем половинку морковки тоже на мелкой теркой морковь готова сейчас я ее распределю морковь я не буду смазывать майонезом сейчас потру свеклу и потом просто сделаю толстый слой майонезик а на свеклу также добавляем майонез свекла попалась вообще отличная смотрите какой цвет бывает еле красная это прям бортовая ярко-ярко и майонезик очень удобно вот этой вот кисточкой кулинарной а теперь возьмем одно яйцо целое так отложу и одно яйцо мы оставим на вернее яйцо желток сверху на салат мы его попрем сейчас я уберу белок так желток отложила это сверху на салат мы потрем вот это вот яйцо и половина белка на второй слой а вот это сейчас трем на свеклу яйцо натерли сейчас его тоже распределю чтобы было по всей поверхности яйцо майонезом смазывать не буду потому что на свекле было очень много майонеза ну и теперь повторяем слой лука как слой немножко лука так чтобы он не очень мешал нам весь лук наверное не потребуется так затем селедка готова селедку я майонезом промажу немножко затем у нас опять слой картофеля также распределяем и слой майонеза сверху люблю селедку под шубой которая сделана на мелкой терке она прям воздушная получается намного вкуснее чем на крупной теперь я потру морковку потру полтора вот этих вот яйца морковку с яйцом тоже смазала майонезом и теперь трем последний слой это свекла ну что друзья вот и готов мой салат сейчас салфеточкой подотрём тут где намазала так остался у нас последний штрих это желток так и украсим веточками укропа был укроп чуть просушить наверно мокрый как мыло ну вот и готов мой салат пышный воздушный смотрите слоеный и очень очень вкусный а теперь я его накрою сверху крышкой и отправлю в холодильник чтобы он полностью пропитался так ну а на этом буду с вами прощаться ставьте лайки пишите комментарии как вы делаете селедку под шубой и всем пока пока